А знаете ли вы, именитые профессиональные спортсмены тоже стараются соблюдать пост, хотя зачастую им приходится непросто. Мы не знаем достоверно, постился ли легендарный Мухаммед Али. Свой самый известный бой против Джо Фрейзера боксер провел 1 октября 1975 года в Рамадан. Некоторые источники говорят о том, что тогда он постился. Неизвестно также точно, соблюдал ли пост на пике карьеры Зенедин Зидан. Он известен тем, что не любит распространяться об особенностях личной жизни. Однако все его болельщики знают, что выдающийся футболист регулярно устраивает во Франции масштабные ифтары для малоимущих. Его коллега тоже известный французский футболист Франк Рибери, принявший ислам еще в 2006 году, постится все дни месяца Рамадан за исключением тех, когда у него важны матчи на выезде. А игрок сборной Германии, турок по происхождению Мисут Азил признается, что пробовал поститься во время тренировок, но испытывал сильные головные боли и несколько раз даже падал в обморок. Поэтому спортсмен восполняет свой пост в свободные дни. Старается воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката игрок Манчестер Юнайтед, Оль Погба. А в прошлом году он даже отметил начало Рамадана, совершив малое паломничество в Мекку. Тренировки и выступления не становятся помехой также для одного из самых известных спортсменов Великобритании – грибца Моз Бихи. Он рассказывает «В 4 утра я обычно сижу в темноте за столом, полном злаков, молочные коктейли, оладьи, выпечки, сладкой, богатой калориями еды». В другой Британии четырехкратный олимпийский чемпион Моффара, как правило, постится в Рамадан. Но если выпадают важные выступления вдали от дома, то он восполняет пропущенные дни позже. Знаменитый боксер Амир Хан признается, что соблюдать пост при его образе жизни тяжело, но возможно. Приходится вставать в 4, чтобы поесть, но когда ты устаешь на тренировках, тебе не до еды. Пожалуй, примером для всех может послужить американка Кульсум Абдула. Она первая штангистка, выступавшая в хиджабе в США. Абдула говорит, есть два испытания в Рамадан. Первое – не пить воду. Второе – объяснять всем, почему я не пью воду. Несколько лет назад Кульсум установила свой личный рекорд по поднятию штанги, соблюдая пост в Рамадан.